Впервые за 10 лет Торонто Рэпторс начнут сезон без своей легенды Кайло Лаури. Это будет очень непростой путь, учитывая все события, произошедшие в Восточной конференции. Единственное утешение для Рэпторс это то, что они смогли сохранить основное ядро команды с 2019 года в лице Сиакома, Ван Млита, Анну Ноби и Буше. У них также появился очень перспективный новичок Скотти Барнс, выбранный под четвертым номером драфта, который в долгосрочной перспективе выглядит очень интересно. Но сможет ли Торонто с такими водными пошуметь в новом сезоне? Давайте разбираться. С вами как всегда Оранжевый Мяч и сегодня мы порассуждаем над перспективами Торонто Рэпторс в новом сезоне НБА. А прежде чем мы начнем, просим вас подписаться на наш канал, прожать лайк и подписаться на наш паблик ВКонтакте, ссылка на который всегда находится в описании. Давайте попробуем собрать 300 пальцев вверх под этим видео. Поехали! В этом межсезонье команда изменилась до неузнаваемости. Как мы уже сказали, Кай Лауре покинул организацию и перебрался в Майами. Благодаря его сайн энд трейделке, Торонто получили взамен Прэшиуса Ачиуа и Горана Драгича в свой состав. Однако Горан уже изъявил желание покинуть организацию. Он очень хочется присоединиться к Луки Дончичу в Даллас, но пока непонятно за счет чего такой обмен может состояться. Помимо Лауре, команду покинули Деандре Бэмри, Стэнли Джонсон, Родни Худ, Айрон Бэйнс, Пол Уотсон и Нанда Де Кола. Последним трем Торонто просто не предложили новый контракт, и они отправились на рынок свободных агентов. Из плюсов стоит отметить переподписание молодого и перспективного Гэри Трэнд Джуниора, который должен раскрыться в Торонто как скорор. Кима Бёрча, который показал себя очень добротным игроком в прошлом сезоне и заслужил свой первый довольно весомый контракт за всю карьеру. Также Торонто подписали Свята Михайлюка, заполучив себе поддержку от поклонников НБА из СНГ. Сэма Дейкера, который вернулся из Европы и попытается доказать свою состоятельность. Ну и Исака Бонга, который перешел в команду Ника Нерса, расправчавшись с Вашингтон Уизардс. Благодаря летней лиге шанс получил еще один интересный игрок извне, Иш Ванрайд. Парень играл во французской лиге и только лишь 27 лет дебютирует в НБА. Он показал себя слишком хорошо в летней лиге, чтобы его не взяли в команду. Желаем ему только удачи. На драфте Торонто получили сразу трех игроков под четвертым, 46 и 47 пиками. Скотти Барнса, одного из лучших защищающихся игроков с драфта. Делонте Бентона, первого в истории канадца, которого задрафтовали в Торонто. И Дэвида Джонсона. Помимо них, Репт разобрали незадрафтованного новичка Джастина Шампейни, который также уверенно выступил в летней лиге и заслужил шанс на то, чтобы остаться в организации. Однако расслабляться не стоит. Сейчас в ростере Торонто аж 19 игроков. И к началу нового сезона заявку нужно будет сократить до 17. 15 это основной ростер и два игрока на двустороннем контракте. Поэтому какие-то ребята отправятся во свояси. Итак, чего же мы ждем от Торонто в новом сезоне? На наш взгляд, команда Нерса сможет достичь значительного прогресса в защите. В прошлом сезоне Рептарс находились лишь на 15 месте по этому показателю. И это довольно приличный результат, учитывая, что команда не попала даже в плей-офф. Это сочетание отличной тренерской работы Нерса и нынешнего состава команды. Прошлый сезон был сложным во всех отношениях. Команда не могла играть дома из-за ковида. Отсюда все последующие элементы. Под конец сезона была дана команда танковать. Кай Лауре регулярно пропускал игры, чтобы команда проигрывала. На данный момент 8 игроков в команде имеют размах рук не менее 7 футов. Начиная от самого высокого вингспана у Криса Буше 7,4 фута до самого маленького у Иша Ван Райта 7,1 фут. И это при том, что у него небольшой рост, всего лишь 6,5 футов. Даже у Скотти Барнса, молодого паренька с драфта, размах рук уже 7,3 фута, а ему только 20 лет. Чему мы вообще говорим об этом? Сейчас в баскетболе антропометрия имеет огромное значение. Посмотрите хотя бы на Яниса, который уже дважды становился MVP лиги, единожды чемпионом и MVP финальной серии. Парень обладает внушительной антропометрией и физикой, которая определенно имеет главное значение в его игре. У Джири хочет создать в Торонто одну из лучших защищающихся команд в лиге. И для этого ему нужны длиннорукие и мощные винги, которые смогут зацементировать оборону команды, но при этом должны атаковать хотя бы на среднем уровне. Сейчас у Торонто сразу несколько игроков, способных защищаться на нескольких позициях. Команде умеет защищаться практически все. Это огромное преимущество перед другими клубами Восточной конференции. Руководство Торонто поняло одно. Если мы не сможем стать лучшими в атаке, то нужно попытаться стать лучшими в защите. Посмотрим, принесет ли это какие-то плоды в будущее. Если же команде удастся заполучить Бена Симмонса, который по слухам может быть обменен в Торонто, то мы можем увидеть одну из лучших защищающихся команд за последнее время. Но это уже лирика. Что касается регулярного сезона, то здесь Торонто будет крайне трудно. Самыми частыми соперниками для них станут Атланта Хоукс и Нью-Йорк Никс, которые на данный момент являются очень серьезными оппонентами. Помимо них, частым соперником будет и Шарло, замотивированным Ламело Болом. Они также не будут уступать Репторс в конкуренции, а задачи у этой франшизы очень похожи задачами канадцев. Они также всеми силами будут пытаться выйти в плей-офф. Не стоит забывать и о Вашингтон Уизерс, которые серьезно усилились и будут еще более опасными конкурентами в борьбе хотя бы за плей-ин. Команде Ника Нью-Йоркса будет очень трудно выйти даже туда. Это удручает, но радует одно, что сейчас у франшизы много молодых и голодных парней, которые всеми силами будут развиваться. По котировкам букмекеров Торонто занимает лишь 9-е или 10-е место на Востоке по окончании регулярного сезона. Они могут выйти в плей-ин, но скорее всего так и не смогут пробиться в плей-офф НБА. По крайней мере аналитики и букмекеры почти единогласно твердят об этом. Парням из Торонто придется очень постараться, чтобы заказать всем обратное. Будет интересно на это посмотреть. Ведь у них все еще есть Паскаль Сиаком, который правда вернется только к декабрю из-за травмы. И Фред Фан Влит, который на данный момент является главной атакующей мощью франшизы. Есть выдающийся защитник Олджиану Ноби и молодой парень Скотти Барнс, который обладает потрясающей энергией. Он точно будет зажигать в защите. Вот увидит. К тому же не стоит забывать о гении Уджири, который может удивить всю лигу громким обменом до дедлайна. Это может полностью изменить нынешнюю картину событий. На этом все дорогие друзья. Надеемся, что вам понравился наш разбор. Если у вас иное мнение, то мы как всегда ждем его в комментариях. Будет интересно почитать. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали по каким-либо причинам. Ваша поддержка очень важна для нас. Увидимся в новых роликах. До связи. Субтитры сделал DimaTorzok